Открытие часовни стало знаковым событием в жизни подразделений 115-го зенитного ракетного полка. Возведение объекта проходило на протяжении нескольких лет. Все это время и офицеры, и рядовые солдаты, не покладая рук, трудились над тем, чтобы в части появилась собственная небольшая церковь. У нас был назначен такой ящик для пожертвований. В общем-то, на пожертвования эта часовня построилась. В том числе нам помогали и отец Анатолий, отец Иоанн, это значит с приходов Чернавческого и Выстощи, деревню Выстощи. Они помогали нам в том числе. Новая часовня была освящена в честь святого великомученика Георгия Победоносца, который считается покровителем воинства, защитником и заступником обездоленных. Ее открытие ознаменовало обращение к давним традициям, когда на территории постоянной дислокации военнослужащих появлялись православные храмы, а день солдата начинался с молитвы. Я думаю, что верю, так скажем, верю в то, что ни один молодой человек обретет верную дорогу в жизни, проходя здесь службу и хотя бы видя часовню, видя крест, зная о том, что и Господь беспокоится о нем. Он будет добросовестно служить, он будет себя хорошо вести, и, конечно, когда он выйдет в мир, он будет стремиться к тому, чтобы опять-таки прийти в храм уже, быть с Богом и достойно звания человека, образа и подобия Божия, нести свой жизненный крест. Участие в большом мероприятии приняли офицеры и военнослужащие подразделения. В рамках торжественной церемонии были отмечены наиболее активные у строителей часовни. На память о состоявшемся событии архиеписка Брестка и Кобринский владыка Иоанн преподнес в дар новой церкви икону преподобномученика Афанасия.